Здравствуйте, меня зовут Инна Никитина. Я закончила обучение в школе Станислава Орехова на курсе дизайн интерьера. Я пришла сюда абсолютно новичком. По жизни я привыкла учиться в лучших заведениях. Я ни разу не пожалела, что я пришла сюда, я не прогадала. До этого у меня было уже два высших образования. Это ГТУ имени Баумана и Иньяс Мариса Тереза. Я какое-то время работала переводчиком. Но в последнее время занималась семьей. Интерьер меня интересовался всегда. Для меня всегда было очень важно, в каком интерьере я нахожусь. Я могу несколько дней потратить на поиск гостиницы, если я еду в какое-то новое место. Для меня это крайне-крайне важно. Поэтому в какой-то момент после оформления квартиры для моей дочери, которую мы выполнили за пять недель, и это всем дизайн мой, если можно так сказать, всем понравился, и после этого я продолжила увлечение, поиск. Я не задумывалась о том, что я буду заниматься этой серьезной профессией, но как увлечение у меня примерно год-полтора это присутствовало. И в какой-то момент вдруг родилась такая идея, почему бы нам вместе с дочерью, мы решили вместе работать, не пойти в школу дизайна и не работать вместе. Причем я изначально уже хотела быть дизайнером, она визуализатором и заниматься административными вопросами. Что мы, собственно, и сделали, мы идем по плану. Закончила курс дизайна, и Валерия закончила курс визуализации. Собственно, все, что было достигнуто и показано, это все было, вся визуализация была сделана Валерия, Никитиной Валерии, моей дочерью. Сейчас я хотела бы поделиться с вами результатами своего обучения. Был создан эскизный проект квартиры 215 квадратных метров с панорамным остеклением. Все начинается с технического задания. Сначала было разработано техническое задание, которое содержит подробное описание всех помещений с учетом материалов, мебели, которая будет там присутствовать. Здесь все подробно описывается. Для меня открытием была такая большая анкета. И меня, как человек с таким техническим складом ума, меня очень порадовало такое количество вопросов. И совершенно очевидно, что после того, как клиент ответит на все эти вопросы, нет никакого варианта, как только создать правильную планировку, потому что там буквально учтено все. В дальнейшем мы переходим уже, собственно, к созданию самого эскизного проекта. Прежде всего, чертежи. Это первоначальная планировка. План демонтажа перегородок. Собственно, все первоначальные перегородки были демонтированы. План монтажа перегородок с размерами. Размеры по помещениям. Экспликация помещения, собственно, где что будет находиться. План расстановки лебели. В втором модуле на планировке. Там появляется программа. Автокат – это уже сложнее именно с точки зрения программы. Опять же, с точки зрения материала, то Стас все рассказывает абсолютно подробно, разжевывает, и если на самом деле упереться, посидеть, позаниматься, посмотреть. Опять же, дается масса материала, которым можно прослушать комментарии еще к тысяче примерно других чужих каких-то планировок, то после этого уже как-то... Кто хочет, то она обязательно научится. Заказчик – пара средних лет. Жена работает дома. По выходным к ним часто приезжает дочка с мужем и внучка четырех лет. При создании планировки были учтены всем пожелания заказчика. Что мы видим? Здесь у нас просторная гостиная со столовой, основная спальня с прилегающим санузлом и гардеробной, просторный кабинет, достаточно просторный кабинет для хозяйки, которая работает дома, детская гостевая для внучки и гостевая уже взрослая спальня для родителей или для тех, кто захочет переночевать у заказчика. Мест хранения запланировано достаточно. При входе у нас большой шкаф для хранения верхней одежды. Как я уже говорила, у нас гардеробная при основной спальне, гардеробная при гостевой, причем здесь только одна секция будет использоваться для гостей, остальное место все будет оставлено для хранения крупноговоритных вещей, для хранения хозяйственных всех принадлежностей, большой шкаф, встроенный в постирочный. Также имеется шкаф для одежды в детской. И, пожалуй, все. Заказчики являются обладателями большой библиотеки, поэтому мы видим два больших достаточно книжных шкафа в гостиной и большая библиотека на всю стену в кабинете. Должно хватить на какое-то время. Два санузла, как я уже говорила, один прилегающий к основной спальне и гостевой, около гостиной. Заказчики готовить не любят, часто питаются вне дома, поэтому кухня небольшая, но оборудована всем необходимым. Дальше у нас идет подробный проект о зонной гостиной, объединенной со столовой. Это план дверных проемов. Здесь прямо уже с описанием, с размерами. Дальше все, что касается света. Это и план расположения осветительных приборов, план управления светом. Это работа выключателей, режимы различных световых сценарий. Это у нас и розетки, план размещения розеток, план потолка, план пола. На полу во всех комнатах у нас будет паркет, французская елка. А в холле, санузлах и кухне у нас будет мраморная плитка. Дальше мы переходим к развертке по стенам гостиной. Здесь вся информация для строителей по молдингам, по мебели. Все здесь указано подробно с размерами. Далее мы также делаем базовый подбор мебели и материалов. Переходим к самому интересному. Это визуализация помещений. Перед нами стояла задача создать интерьер, который был бы похож на хозяев людей с разнообразными интересами, увлечениями. Так получилось, поэтому, наверное, что единой какой-то темы в проекте у нас нет. Каждое помещение будет иметь свой характер, свою какую-то определенную атмосферу. В качестве стиля была выбрана легкая классика с краплением каких-то современных элементов и ярких цветовых акцентов. Начнем с гостиной, объединенной со столов. Здесь как раз видно все эти классические атрибуты, молдинги, стеновые панели, красивые лепнины. И в то же время, как я говорила, вот эти современные элементы. Это картины, вазы. Все это делает интерьер более легким, менее серьезным, нагруженным. Так, это вид у нас в другую сторону, на книжные шкафы, о которых я уже упоминала. Здесь у нас телевизор с возможностью установки любой фотографии, которая захочет заказчик, и можно менять по настроению. И ночное, ночная подсветка, ночное освещение. Третий я пропустила, третий это 3D, потому что мне занимался этим, изначально я говорила по плану Валерия, моя дочь, мы изначально так планировали. И поэтому третий я пропустила, я сразу перешла к четвертому. Это быстрый дизайн, это мега такой совершенно, мега курс, где дается, так сказать, нас обучает всем стилям делать. Мы делаем одно помещение в четырех стилях, и там именно дается очень подробная информация по каждому стилю, особенно по классике. Меня поразило абсолютно, какое количество референсов, каких-то рисунков, чертежей, как строится интерьер. То есть, опять же, если все делать, все выполнять, то можно только стать дизайнером, иначе невозможно. Особенностью данного проекта является панорамное остекление. И квартира как будто бы залита вся светом, и поэтому возникла идея использовать яркие тона в отделке, даже темные, как мы видим здесь, например, в основной спальне это темно-серые стены. Основная тема здесь египетская, так даже назвали кодовое название спальни, это египетские ночи. То есть главную роль здесь играет вот это панно, копия древнего изображения. И также вот это настроение какого-то египетского оазиса, пустынного оазиса поддерживает вот эти вот растения. И элементы декора – это зеркало, статуэтка. Для усиления эффекта сделана была вот такая запроектированная, драматичная подсветка. У нас детская гостевая. Стояла задача создать комнату для принцессы, но при этом избежать так характерные для этого жанра помещений такой слащавости, что-то такое розовенькое. Часто очень бывает много рюшечек, и поэтому у нас розовое здесь практически отсутствует. Или только в таком персиковом оттенке, там дальше будет видно, такой разбеленный. Она у нас в стиле такого городского прованса, без излишеств. Состоит из двух частей. Это как игровая или мини-гостиная и собственная спальня. Основной герой здесь – это копия древней минойской фрески, найденной в Кносском дворце, которая называется «Синие птицы» и датируется. Синие птицы – это же в силу участия, что может быть лучше для детской комнаты. Посмотрим. Это, собственно, у нас уже спальня сама. Как раз вот этот персиковый оттенок, о котором я говорила, шкаф для хранения одежды. Для игрушек и книг у нас здесь предусмотрены стеллажи. Для занятий здесь имеется стол для ребенка для чтения интересных книг. У нас вот здесь есть кресло и пресс, на цвете торшера. Кто-нибудь взрослый, бабушка, мама, папа могут читать. Девочки, интересные книги. На полу еще у нас здесь сизаль, натуральный материал для детей, очень важный. На нем удобно, мне кажется, играть. Дальше переходим к гостевой спальне. Гостевая спальня здесь у нас опять решена в таких сочных тонах. Это глубокий такой синий цвет и не очень традиционная для спальни красная кровать. Не такое частое решение. Но не будем забывать, что, во-первых, это гостевая спальня, во-вторых, здесь выбор на оттенок такой достаточно приятный для глаз, не раздражающий. Основная тема здесь – это Париж. И для создания атмосферы здесь развешаны фотографии культового мастера, французского Робера Дуано. Все фотографии здесь подобраны, все связаны по смыслу. Здесь нет ни одного лишнего предмета, включая даже книги, которые здесь разложены. Здесь все говорит о любви к Париже и проникнутой этой любовью к городу, который так любят заказчики. В качестве дополнения был также разработан эскизный проект гостиной в той же самой квартире, однако совершенно в другом стиле. Это уже современный стиль с различными сценариями освещения. Здесь мы видим дневное освещение, здесь уже вечернее для ужина, здесь предполагается стол, здесь можно ужинать. При этом включена также подсветка шкафа. И также для создания такой расслабленной атмосферы вот такой вариант, когда практически вся подсветка отключена, только горят, в основном только лампы, настольные лампы внутри шкафа. Цветодизайн – это тоже очень интересно. До этого я вообще не понимала, зачем это. Я думала, что все это только какие-то подсветки, что это больше касается современного интерьера. Мне все это было абсолютно не близко. Сразу могу сказать, я даже думаю, может быть, я как-то пропущу этот модуль. Но, тем не менее, естественно, я все прошла и страшно рада. Теперь у меня полностью вообще изменился взгляд на свет и в том проекте, который я делала в процессе обучения. И сейчас я планирую уделять самое серьезное внимание свету и учитывать все освещение, выделять основное, функциональное, акцентное, декоративное. Все это очень важно. И все это, собственно, создает интерьер, делает вот это, создает настроение. Ну и кроме того, что вообще нельзя, конечно, клиента оставить в темных таких помещениях. Ну и это уже можно сделать совершенно какие-то изысканные вещи с помощью света. Это все, всему этому можно научиться, пройдя курс светодизайна. Затем у нас уже идет детальный дизайн. Здесь мы уже начинаем доделывать то, что мы в первом модуле делали. Начинали какой проект, тех задания. Начинаем доделывать вот эти помещения. Уже прорабатываем либо одно помещение, либо вот несколько, как было в нашем случае. подробно с цветом, уже с подбором, с чертежами. Ну, опять же, для меня лично это чертежи самое сложное. Хотя должно было быть дизайн, но дизайн мне очень нравится. Все это я могу делать днями и ночами, думать об этом. А чертежи, конечно, это вот не для всех. Но однако Станислав учит нас делегировать, поэтому я надеюсь, что я какое-то время, через какое-то время смогу уже делегировать эти вещи. Собственно, в принципе, я и пришла, согласилась прийти в профессию, можно сказать, благодаря Станиславу, потому что он показал, что возможно делегирование, поскольку до этого я сомневалась, хватит ли сил. Я видела, как работают другие дизайнеры, многие дизайнеры без выходных, не видя семью и так далее. У меня просто нет на это сил. Но познакомившись с системой Станислава, я поняла, что все возможно, и можно заниматься любимым делом. Занимаясь только тем, что тебе интересно, остальное можно делегировать. Надеюсь, делать с черчением, с чертежами, ограничиваясь какими-то смысловыми только блоками. Мне очень понравилось в школе подход к обучению. Это обучение для таких взрослых, мотивированных людей, взрослых я не имею в виду по возрасту, а по сознанию. Конечно, все дистанционное обучение предназначено для сознательных, очень мотивированных людей. Здесь кроме мотивации, в принципе, ничего больше не надо. Волю только постоянно прикладывать. Вся поддержка, вся она имеется, можно сказать, в избытке. Можно присылать все задания, свои, там, я не знаю, рабочие какие-то уже проекты свои. Стас разрешает буквально все. Вот, щедро, абсолютно предлагает. Любую помощь, это все имеется в избытке. Поэтому только человек, мне кажется, недостаточно мотивированный или уже какие-то, у кого на самом деле какие-то очень серьезные, сложные обстоятельства, не может, так сказать, закончить и научиться. Очень понравилось отношение к клиенту, которое заложено в курс обучения, самое, что ни на есть, внимательное и трогательное. Хотел поблагодарить за замечание, каждое замечание критическое. Почему еще очень важно присылать все время работы, потому что каждое замечание, оно вызывает какую-то реакцию, как какое-то озарение. Ты уже начинаешь по-другому смотреть на свой интерьер, замечать на референсах на хорошее, что именно так все есть. То есть это совершенно необходимо, постоянно присылать что-то и получать вот эти вот комментарии. Без этого совершенно невозможно продвигаться. Для меня это абсолютно очевидно, потому что, я говорю, каждое вот это вот замечание, оно очень ценно, очень ценно для меня. На курс у меня ушло 6 месяцев. Ну, с учетом того, что я не брала 3D Max, я себя чувствую прекрасно, поскольку я вижу результаты своей работы, они мне нравятся, они меня вдохновляют. Опять же, как я уже упоминала, Стас очень поддерживал меня на всех этапах. Это очень важно. Это было. Я ему за это очень признательна. И благодаря этому я себя чувствую достаточно уверенной. Я бы хотела посоветовать совершенно не бояться. Если у вас на самом деле есть такое желание этим делом заниматься, если на самом деле вы любите создавать красоту, то вперед, дерзайте, ничего не бойтесь. Как я уже говорила, поддержка вся будет дана вам на всех этапах абсолютно в нужном количестве. Все будет зависеть только от вас, от вашей воли к победе. Это все. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Продолжение следует...